Ребят, всем привет! Сегодня такая вот бейсболочка на обзорчике, прикольная такая, именно с перчатками, такими с руками, да, они стреляют, довольно-таки прикольно. Попалась на барахолке совсем не задорого, ну, за что рублю барахолки, да, всегда можно накопать что-нибудь интересненькое. Ну, вот такая вот моделька, в принципе, вышивка особо мне, конечно, была неинтересна, хотя довольно-таки прикольно, качественно сделана. Нигде нету никаких опознавательных знаков, что именно за фирма вышивала, да, эту вышивку, непонятно. Ну, может быть, просто кто-то заказывал под заказ, это единичный экземпляр. Ну, была интересненько сама бейсболочка, это классическая моделька, классический снэпбэк от компании FlexFit. В общем-то, почему она мне была интересна, почему я ее взял? Как оказывается, да, кто не знал, компания FlexFit делает не только бейсболочки такие на резинках, стретчевые, ну, и такого типа вот классические снэпбэки. Ну, вообще у них много, да, большой ассортимент, много различных бейсболочек. Ну, собственно, интересненько было посмотреть именно эту модельку. Частенько можете увидеть бейсболочки, да, именно с такой наклеечкой от компании FlexFit у разных других фирм. Там, к примеру, ну, не знаю, многие, в общем-то, заказывают у FlexFit. Мичелленд Несс, Левис, Пума, Адидас, Найк, Коламбия, Вэнс. Ну, у многих, в общем-то, фирм эти бейсболочки. То есть, они сотрудничают с компанией FlexFit, закупают бейсболочки оптом, ну, а потом набивают свои логотипы, в общем-то, и продают уже как фирменную бейсболку. Поэтому было интересненько глянуть именно эту модельку. Это классический снэпбэк с прямым козырёчком, сзади на застёжечке вот такой вот. Довольно неплохого качества. Ну, и скажу по качеству, что всё сделано довольно-таки неплохо. Претензий именно к качеству, конечно же, нет. Кстати, такая нашивочка прикольная. I got enemies. У меня есть враги. Ну, и он их так стреляет. Да, прикольная нашивочка, в принципе. По качеству всё сделано отлично, чётенько. Ну, в общем-то, претензий особых нет. Козырёчек, ну, всё сделано идеально, я бы сказал, строчки, именно дырочки. Да, все дырочки одна в одну, никаких осяков там нет. Всё чётко, ниток торчащих, ещё чего-то. Ну, единственное, что не понравилось мне, вот, да, нету прострочки боковой. Ну, хотя, в общем-то, это не принципиально. Подкладочка держится хорошо, она не выпадает из бейсболки. Поэтому, в принципе, эта прошивочка и не принципиально. Ну, всё сделано довольно-таки качественно. Вот так вот бейсболочка сделана изнутри. Ну, такой козырёчек, вот, зелёненький. Ну, цветовая гамма, в принципе, всевозможная. Цветов просто миллион различных, там, и хаки, и в любых цветах. В принципе, можете заказать любые цвета. Да, компания FlexFit вам лупанёт любые цвета. Это, кстати, моделька называется 6089. Если кому понравится, будете искать, забивайте в сети 6089. FlexFit вам сразу найдёт именно эти снэпбэки. Вот такая вот вставочка внутри. Довольно-таки хорошего качества. Опять же, частенько сейчас, да, различные фирмы, те же New Era, да, последние модельки приходят. Такого говняного качества эти вставочки. Ну, здесь всё чётенько, отличнейшее качество, я бы сказал. Очень хорошее. Ну, мне очень понравились. Изнутри всё сделано чётенько. Хорошего качества вот эти вот сами ленточки. Кстати, фурнитурка фирменная, FlexFit-овская, да, с логотипчиком компании. Ну, всё отлично сделано. Вот такая вот этикеточка. Опять же, FlexFit-овская. The Classic U-Pong. Вот так вот называется моделька U-Pong. Ну, не знаю, фирма это. Ну, в общем, эти бейсболочки делают именно FlexFit, но называются они вот именно U-Pong. Бейсболочка делается в Бангладеше. Ну, вот единственное, что мне не понравилось, это состав этой бейсболки, да. Да, 80% акрил, 20% шерсть. Ну, тут как бы мне не очень это понравилось. Уже были у меня такие бейсболочки. Когда-то, вот не помню, какой-то фирмы. Стуси, кажется. Да, точно, Стуси были такие, тоже с таким составом ткани. Ну, друзья, скажу так, да, такое двоякое ощущение, когда берёте в руки эту бейсболку. Ну, с одной стороны, вроде бы шерсть, да, так, довольно-таки похоже именно на шерсть. Но, с другой стороны, вот по козырьку явно чувствуется, что такой именно состав акриловый. Ну, чем-то похоже вот на дешёвые китайские акриловые бейсболочки. Ну, единственное, что качественнее, конечно же, пошито, да. Качество, в общем-то, пошиво именно офигенское. Ну, ткань такая вот, ну, сомнительная, я бы сказал. 20% шерсти всего, да, ну, и на ощупь вроде бы шерсть, ну, и как-то и акрилом попахивает. Короче, попахивает говнецом, как по мне. Но, что-то не нравится мне этот состав. Если бы хотя бы был не акрил, а нормальный полиэстер, такой, как у Ньюэры, к примеру, да. Вот Ньюэровский полиэстер, довольно-таки такого классного качества, очень хороший. Но этот акрил, ну, не знаю, не очень мне нравится. Такое ощущение именно дешёвости какой-то, конечно, есть. Ну, опять же, по ценничку, да, на официальном сайте ценничков, конечно, я не нашёл. Там нужно списываться с продавцом, там уточнять, какое-то количество бейсболок вам надо. Ну, на каком-то иностранном сайте нашёл я именно оптовую торговлю. 7 долларов на опт эти бейсболочки. Ну, в зависимости от того, сколько возьмёте, будет цена дешеветь. На ebay накопал такие бейсболочки, продают уже, да, по одному экземпляру. Ну, от 9 до 12 долларов. В принципе, там за 10 баксов, да, можно взять такую бейсболочку, именно чистую, без нашивки. Ну, а там, по желанию, в принципе, некоторые фирмы уже наносят любой логотип. Ну, где-то до 40 долларов вам это обойдётся. В зависимости от того, что вы там накрутите, какие логотипы захотите сделать, какая будет вышивка. Ну, где-то до 40, до 38, 40 долларов, в принципе, вам это всё выйдет. Ну, дороговато, конечно, да, именно с вышивкой. Ну, чистая бейсболочка за 10 баксов, в принципе, это нормальная цена. Ребят, ну, вот так вот бейсболочка смотрится. В принципе, довольно-таки неплохо. Ну, единственное, что мне не понравилось, немножечко высоковатая лобовая часть. Да, вот она высокая такая. Было бы пониже, было бы поинтереснее. Ну, в принципе, нужно просто привыкнуть к такой высоте. Там, немножечко поносить. Через время, в общем-то, вы этого замечать даже не будете. Ну, и козырёчек можно немножечко подсогнуть даже, да, вот так, как по мне, даже немножко лучше смотрится. Ну, тут на любителя, конечно, можно вот так вот носить. Кому-то назад больше нравится, там, кому-то вот так вот. Тут уже каждый смотрит по себе. Ну, мне нравится немножечко, чтобы она была подсогнутая вот так вот. Ну, вот так вот, в принципе, довольно-таки неплохо смотрится. Ну, как-то так. Ребят, я бы сравнил эту бейсболочку с обычной дешёвой китайской, да, акриловой бейсболкой. Единственное, что пошита она, конечно, намного лучше. Поэтому, если попадётся не за дорого, там, 10-15 долларов, в принципе, можно смело брать. Отличное качество именно пошила. Опять же, вот эта вот вставочная ткань, да, такая обычная, как на китайских бейсболках, такой стопроцентный полиэстер, ну, пошито всё аккуратненько, да. На китайских бейсболочках обычно частенько здесь какие-то комки, там, неровности, могут загнуть где-нибудь там на краю. Ну, здесь всё чётенько, идеальненько, в общем-то, поэтому не за дорого. В принципе, эту бейсболочку можно спокойно, смело брать. Довольно-таки классное именно качество пошива. Ну, 20% шерсти, в принципе, ни о чём. Ну, тоже, как бы, да, небольшой такой бонус. На российских сайтах я видел ценничек, там, 1400 рублей, 1900 рублей. Ну, как по мне, уже дороговато, да, то есть она просто не стоит этих денег. За эти деньги уже лучше искать что-нибудь такое, там, я не знаю, Ньюэра, к примеру. Пусть это будет стопроцентный полиэстер, но Ньюэровский полиэстер намного лучше по качеству, чем вот это вот акрил, это, да, 80% обычный такой дешманский китайский акрил. Ну, в общем, как-то так, друзья. Если попадётся не за дорого, берите, не задумывайтесь, отличная моделька. До новых встреч, пока-пока.